Европейский суд оставил в селе решение о снятии неприкосновенности с трёх членов Европарламента, выступающих за независимость в Каталонии. Россия и Украина обвиняют друг друга в планировании диверсии на Запорожской АЭС. Местных жителей готовят к возможной эвакуации. Израильские военные завершили масштабную операцию в Дженине. Палестинцы, покинувшие лагерь беженцев, возвращаются к своим домам. Европейский суд оставил в селе решение о снятии парламентской неприкосновенности с бывшего главы Женералитета Каталонии Карлиса Пучдимона и двух других членов Европарламента, выступающих за её независимость, Тони Камино и Клары Пансати. Это решение открывает для Мадрида возможность вновь запросить об их экстрадиции для привлечения к ответственности. Трое сепаратистов бежали в Бельгию в 2017 году после незаконного референдума о выходе из состава Испании, что открыло бы путь Каталонии к членству в ЕС. Я думаю, что оказалось кредитом, ясно, к чему-то перспективу, по причинам структурно политики. И до сегодня мы думали, и от этого мы думали, и вот наша стратегия, и будет продолжаться, и так далее, что это в Европе не имеет права. Мы это думали, и мы это думали. Я, у меня, да. В 2021 году Европарламент снял иммунитет с трех каталонских депутатов. Но они попросили правосудия отменить это решение, прибегая к помощи дорогих адвокатов и симпатизирующих сепаратистам средств массовой информации. Теперь Европейский суд общей юрисдикции отклонил их апелляцию. Испанец Дриан Васкес возглавлял комитет по правовым вопросам, где обсуждался запрос о лишении неприкосновенности. Правительство Испании заявило, что удовлетворено решением суда. Теперь оно может потребовать повторной выдачи европейского ордера на арест трех евродепутатов. Много будет зависеть от того, как отреагирует бельгийская система правосудия. Тем временем ситуация в Испании изменилась. В январе 2023 года в Уголовный кодекс были внесены поправки с целью снизить напряженность в отношении королевства со сторонниками независимости. Это означает, что их будут судить не за мятеж, а за растрату и неповиновение. Соответственно, уменьшатся и сроки лишения свободы, которые грозят Пучдимону и его соратникам. Нидерланды во власти разрушительного шторма полей. В городе Харлиме погибла женщина. Сильный ветер повалил дерево на автомобиль, в котором она находилась. Пассажирка скончалась на месте от полученных травм, несмотря на усилия прибывших медиков. В ряде провинций королевства объявлен наивысший красный уровень погодной опасности. В среду порывы ветра, сопровождаемые дождем, достигали 130 километров в час. Людям рекомендуют не выходить из дома без необходимости и отложить поездки. Непогода нарушила транспортное сообщение. Многочисленные автомагистрали, особенно на севере страны, закрыты для движения. Из-за упавших на пути деревьев в провинциях Северная Голландия и Флевланд приостановлено движение поездов. В море два судна попали в шторм. Одно из них затонуло. Экипаж был спасен. В международном аэропорту Схипхол отменены более 400 рейсов, в том числе в Париж и Брюссель. Перебои наблюдаются и с автобусным сообщением. Ситуация вокруг Запорожской АЭС снова обострилась. Накануне Москва и Киев обвинили друг друга в планировании нападения на подконтрольную России станцию. Ранее Главное управление разведки и Минобороны Украины сообщило, что Россия сокращает свое присутствие на ЗАЭС. По их данным, несколько представителей Росатома уже уехали. Украинским сотрудникам, которые остались на АЭС, было сказано эвакуироваться предпочтительно в аннексированный Крым. В своем последнем обращении президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. В соседнем городе Запорожье проводятся тренинги, на которых людей учат, что делать в случае ядерной катастрофы. На них присутствовали журналисты. Им показали, как собрать аварийный чемодан и как подготовить импровизированную маску для лица. По словам властей, под особой опасностью находятся жители временно оккупированных территорий на юге Украины. Но что думают местные жители о возможной аварии и эвакуации? Переживаем, конечно, переживаем, потому что у нас и дети тут с нами, и внуки тут с нами. Я думаю, к этому никак не приготовишься. Единственное, быть в курсе и вовремя, зная направление ветра, уехать в другую сторону. Да, я считаю, что для моей семьи это загроза. Насколько серьезно, не знаю. Но в любом случае это загроза. Чернобыль я помню. Тем временем украинские военные опубликовали кадры применения ракетной установки «ГРАД». Киев заявляет о территориальных успехах, но западные союзники утверждают, что полноценного контрнаступления еще не произошло. Одна из причин – российские мины, которые замедляют продвижение украинских войск. Палестинцы, убежавшие из Дженина, возвращаются к своим домам. Переулки, заваленные грудами щебня, расплющенные и обгоревшие автомобили. Так выглядит лагерь беженцев после завершения израильского рейда. Операция длилась два дня и стала крупнейшей – с 2002 года. В среду утром военные покинули Дженин, заявив о успехе рейда, направленного на разгром групп боевиков и предотвращение нападений на израильтян, исходящих из Дженина. В ходе столкновений был убит израильский солдат и 13 палестинцев. После того, как военные вышли из лагеря, здесь прошли похороны. По завершении рейда израильские военные продемонстрировали захваченные в Дженине оружие, материалы для изготовления бомб и тайники с деньгами. Оружие было найдено как в укрытиях палестинских боевиков, так и в гражданских районах. Премьер-министр Израиля Бенимин Нетаньяку заявил, что масштабная операция в Дженине – неразовая акция и что Израиль не позволит Дженину превратиться в рассадник терроризма. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Японию, чтобы попытаться развеять опасения, связанные с планами правительства по сбросу в океан очищенной воды с аварийной АЭС «Фокусим-1». Гросси передал премьер-министру страны Фумио Кисиди подробный доклад с оценкой проекта, в котором говорится, что сброс окажет незначительное радиологическое воздействие на людей окружающую среду. Гросси передал премьер-министру страны Фумио Кисиди, и я также могу посмотреть ближе к фасилитам, которые в подготовке, в случае, если есть решение, начать контролировать эти контроли, и я был счастлив, что я видел. Ранее Гросси встретился также с представителями местных рыбаков и фермеров, обеспокоенных репутационным ущербом для своей продукции. Соседи Японии тоже встревожены. Официальный представитель МИД Китая Ванг Винбин заявил. Глава МАГАТЭ с 7 по 9 июля посетит Южную Корею для обсуждения результатов проверки. Страна запретила импорт морепродуктов из 8 японских префектур вблизи Фукусимы в 2013 году. Компания МЕТА запускает новое бесплатное приложение Threads, которое может стать конкурентом платформы Twitter, принадлежащей Илону Маску. Оно будет работать на базе социальной сети Instagram и доступно для скачивания с 6 июля в магазине приложений App Store. Обозреватели отмечают, что интерфейс нового приложения похож на Twitter. На днях Илон Маск решил ограничить количество просмотров твитов, в результате чего возмущенные пользователи начали переходить на другие платформы. Тренер Мадридского Реала, итальянец Карл Анчелотти возглавит сборную Бразилии по футболу в 2024 году. Об этом сообщил глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес. Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе, а также является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров. Обязанности главного тренера сборной Бразилии сейчас исполняет Рамон Менезес, после того, как эту должность в конце прошлого года покинул Тите. Лесные пожары из года в год становятся тяжелым испытанием для многих регионов мира, в том числе для Южной Европы. Особенно острый этот вопрос стоит для Испании. Только за первые шесть месяцев этого года там выгорели более 65 тысяч гектаров. Это более половины угодей пострадавших от пожаров в ЕС. В Государственной службе защиты лесов говорят о целом комплексе факторов, неблагоприятных для сохранения экосистемы. В Канаде, за первую очередь, полугодие от природных пожаров пострадали более 8 миллионов гектаров. Это беспрецедентный для страны масштабы. На этой неделе Национальный центр по борьбе с лесными пожарами насчитывает более 600 зон активного горения. Дым от этих пожаров достигает Португалия и Испания. Для выявления и предотвращения лесных пожаров эксперты предлагают активнее использовать современные технологии — дроны, спутниковые наблюдения. Данные мог бы анализировать искусственный интеллект. Продолжение следует...